Как вы думаете, о чём бы я хотел поговорить? Почему, как вы считаете, я хотел бы послушать вас? Жизнь может поднять под себя даже самого сильного человека. Вы говорили, что будет легко, да? Это было так просто, а? Это так классно. Это просто потрясающе. Итак, полагаю, Садгуру хотел бы начать с пения мантры. Мне нужно скрестить ноги, иначе мозг не будет работать. Продолжение следует... Продолжение следует... padist tear... Продолжение следует... Субтитры volver... Продолжение следует... Намаскарам. Добрый вечер всем. Это было невероятно. О, да. Спасибо. Единственный выход внутри. Да, я искренне верю в это. Почему вас так хорошо слышно, а мой микрофон почти не работает? Просто у него громкий голос у этого парня. Прекрасный голос. Можем начинать? Как вы? Если только речь идет не про поединок, то я не против. Как вы считаете, для чего вы здесь? Как вы думаете, о чем бы я хотел поговорить? Я уверен, вы навели справки обо мне, о моей жизни, о том, кто я и обо всем остальном. Но о чем, как вы думаете, я собираюсь говорить с вами? Почему, как вы считаете, я хотел бы послушать вас? Жизнь подминает под себя даже самых крутых парней в мире. Да, да, точно. Вы говорили, что будет легко, да? Это было так просто, а? Я считал себя крутым парнем, даже недавно говорил об этом. Я занимаюсь этим всю жизнь, потому что я боюсь. Если вы спросите меня, чего я боюсь, я даже не смогу ответить. Почему мне страшно? Я добился успеха, и вы знаете, у меня были тяжелые времена, но я вернулся. Так почему я боюсь? Мы должны понять следующее. Эти понятия были неверно истолкованы и неправильно поняты на разных уровнях. Будь то страх, или любовь, гнев, радость. Мы должны понимать, что они происходят не из-за чего-то. Они сами по себе. Не то, чтобы вы должны бояться чего-то. Или любить кого-то. Не то, чтобы вы были счастливы или несчастны из-за чего-то. Вы можете просто быть несчастны. Да? Или вы можете просто быть счастливы. Вы можете просто сидеть здесь в одиночестве и быть очень любящими. Вы можете сидеть здесь и быть в ужасе. Просто так. Потому что человеческий опыт создаётся не извне. Человеческий опыт возникает изнутри. Бывает, что у внутреннего опыта есть стимул извне. Но вы можете создать его и без внешних стимулов. Да? Все вы эксперты в этом, не так ли? Без всяких внешних стимулов вы можете создать боль, радость, можете создать страдания, гнев, любовь, страх. Все, что захотите. Потому что источник вашего опыта находится внутри вас. Вся проблема в том, что вы не находитесь в нём. Вы должны сидеть там, в седле. Если бы вы оседлали свой опыт, вы бы решали, какой должна быть природа вашего опыта. Сейчас же, поскольку вы ползаете вокруг, что-то происходит случайным образом. Мы находим оправдание. Я страдаю вот из-за этого парня. Но даже если бы его не было, мы бы нашли кого-то другого. Да? Если бы не было его, мы бы нашли кого-то другого. А если не было бы и того, то придумали бы что-то ещё. Так что всё дело не в чём-то, а в том, что вы не взяли на себя управление своим опытом. Вот и всё. Вам просто нужно оправдание. И мир, конечно, с большим энтузиазмом его вам предоставит. Он предоставит вам много оправданий. Но поверьте, даже если бы вы были одни в пустыне, без единой души вокруг, без какой-либо угрозы для вашей жизни, вы всё равно проходили бы через это. Это и есть основная ошибка в жизни. Вместо того, чтобы исправить себя, я хочу исправить весь мир. Что ж, делайте, что хотите. Но вы не способны полностью исправить даже одного человека в своей жизни. Кто-нибудь, когда-нибудь поступал так, как вы хотели, на 100%. Если вы стремитесь к такому 100% успеху, вы можете попробовать только с этим парнем. С кем-то другим у вас ничего не получится. Да или нет? Пробуйте с кем угодно. У вас точно ничего не получится. Только вот этот. Единственный, кого вы можете сделать на 100% таким, как хотите. Если вы управляете вот этим, так, как хотите, то не идёт и речи о появлении страха, страдания, несчастья и тому подобного. Всё это происходит не из-за различных ситуаций, а из-за состояния, в котором мы находимся. Поскольку мы не сделали никакого вклада вот в эту сущность, прежде всего мы должны решить, мы человеческие сущности или мы человеческие существа. Разница между существом и сущностью в том, что существо является следствием компульсивных реакций на всё, что его окружает. Таково существо. Быть человеческой сущностью означает, что вы знаете, как существовать, как быть. Если бы вы знали, как быть, вы бы пребывали в блаженстве или сделали бы себя испуганными и несчастными. Каков ваш выбор? Вы должны выбрать, а я благословлю вас прямо сейчас. Определённо. Для себя вы выберете наивысший уровень приятных ощущений. Не так ли? Что вы пожелаете соседу? Это спорный вопрос. Но то, что вы хотите для себя, предельно ясно. Наивысший уровень приятности. Почему же не происходит что-то настолько простое? Этого не происходит, потому что вам дали очень сложную машину, но вы даже не удосужились прочитать инструкцию по эксплуатации. Вы хотите управлять ей как попало, наугад. Если с такой сложной машиной вы будете делать что-то наугад, как попало, это причинит много боли. Так что вам страшно не из-за чего-то. Страх — это всего лишь ваша неспособность управлять своими мыслями. Они бегут далеко впереди вас. Страх всегда связан с чем-то, что еще не произошло. Не так ли? Это означает, что вы страдаете от того, чего не существует. Если вы страдаете от того, чего не существует в медицине, для этого есть очень плохое название. Это относится не к какому-то одному человеку. В таком состоянии находится буквально 99% населения. Возможно, в различной степени, но 99% населения находится в таком состоянии. Они страдают от того, чего не существует. Они до сих пор страдают из-за того, что произошло 10 лет назад. Они уже страдают из-за того, что может случиться послезавтра. Того, что случилось 10 лет назад, в данный момент не существует. То, что может случиться послезавтра, в данный момент не существует. Но они страдают из-за того, чего не существует. Просто из-за двух важных способностей. У вас есть две ключевые способности, которые отличают вас от других живых существ. У вас очень яркая память и фантастическое воображение. Эти две способности — лучшее, что у вас есть. Но они же являются причиной страданий для большинства людей. Люди страдают из-за своей памяти и из-за своего воображения. Это величайший инструмент, который у вас есть. То, что должно было привести вас к невероятному благополучию, когда я говорю «благополучие». Вы знаете Чарльза Дарвина? Он сказал, что все вы были обезьянами. Не я сказал, он. Все вы были обезьянами, а потом стали людьми. По сути, вы являетесь вершиной эволюции на этой планете. Вы согласны со мной? Или нет? Если вы являетесь вершиной эволюции, это значит, что у вас высочайший уровень способностей. У человека так много возможностей, потому что его жизнь не определена в отличие от других существ. Когда я говорю «не определена, как у других существ», я имею в виду, что для всех других существ природа начертила две линии, в пределах которых они живут и умирают. Причина, по которой жизнь животных кажется намного проще и лучше, в том, что у них нет возможностей. Люди страдают от своих возможностей. Если вы уничтожите возможности, у вас тоже всё будет хорошо. Если хотите, мы можем удалить часть вашего мозга. Вы станете очень умиротворёнными. Вам будут неведомы страх, страдания, тревога. Всё это вам будет неведомо. Да. Всё, что нужно сделать, это убрать возможности. Вместе с возможностями исчезнут и проблемы. Сейчас проблема заключается в фантастических возможностях, заложенных в нас. Чтобы уничтожить возможности, можно либо удалить ваш мозг, либо утопить его в виски. Оба способа сработают. Если уничтожить способности, то вы будете в порядке. Проблема заключается только в том, что когда вам даётся что-то настолько сложное, вы должны потратить определённое количество времени на то, чтобы понять природу того механизма, который используете. Посмотрите, операторы снимают нас на камеры. Камера — это не космический корабль. Это относительно простое устройство. Но без сомнений, эти ребята потратили годы, чтобы максимально изучить его. Любой из вас мог бы взять камеру и попробовать снимать, но что бы из этого получилось? Только взгляните. Такая простая вещь — камера. Да или нет? А кто-то посвятил этому всю свою жизнь. Чем лучше они её знают, тем лучше они её используют. Да? Разве с этим не то же самое? Чем лучше вы это знаете, тем лучше используете. Не так ли? Если вы знаете вот это по-настоящему хорошо, вас назовут просветлённым. Но я думаю, многие из нас знают, особенно когда мы подошли к тому уровню, на котором мы узнали о вас, что у всех у нас есть стремление совершенствовать себя. Нет. Не стоит заниматься самосовершенствованием. Почему? Потому что совершенствовать можно и страх, совершенствовать можно и страдания. Так происходит со многими людьми. Почему мы пришли к такой концепции образования? 20-25 лет жизни, почти треть активной человеческой жизни большинство людей тратит на школу и колледж. Скажите, разве образованные люди более радостные и замечательные, чем люди без образования? Нет, но это не единственный способ совершенствовать себя. Я говорю о совершенствовании, это просто... Но смысл уже был в этом, не так ли? Не знаю. Я говорил об этом с человеческой точки зрения. Раскрывать свой наивысший потенциал, вплоть до того, что в какой-то момент ты сам уже не будешь существовать. Нет. Я имею в виду, что совершенствование, как идея, это не очень хорошая идея. Вам требуется реализация, чтобы вы осознали природу своего существования. И исходя из этого, можете делать, что хотите. Если это физическая деятельность, то вы можете ее совершенствовать. Вы можете совершенствовать то, чем вы занимаетесь в мире, но невозможно совершенствовать вот это. Это заблуждение. Если вы реализованы, тогда все в порядке. Иначе в любом случае будут сложности. Когда ситуация благоприятна, вы притворяетесь, что стали лучше. Когда ситуация обернется против вас, вы увидите, кто есть кто. Когда все складывается хорошо, все люди замечательные. Когда жизнь оборачивается против вас, вы все еще такой же замечательный, вот в чем вопрос. Я не знаю. Я думаю, большинство людей принимает жизнь такой, какая она есть. Что касается меня, я никогда не думал, что со мной вообще может случиться что-то хорошее. Из-за того, что я рос в таком окружении, в моем районе, когда всегда происходило что-то плохое. Погибали люди. Было совершенно привычным видеть смерть, видеть проституток. Просто наблюдать эту грязь и все такое, это было нормальным. Собственно говоря, это было даже почетно, поскольку это стало таким обычным, что ты принимаешь это как должное. Это все равно, что в егической культуре мы всегда используем цветок лотоса как символ человеческого роста и развития. Цветок лотоса лучше всего растет там, где много грязи. Мы используем лотос как пример и символ, потому что он хорошо растет среди грязи. Он находится в грязи, но остается нетронутым и благогащим. Вот выбор, который есть у всех нас. У нас может развиться неприносимость грязи, мы убежим и поселимся в пещере в горах, но грязь последует за вами и туда. В вашей голове она не оставит вас. Либо мы можем сами стать частью этой грязи, либо мы можем расцвести в ароматный цветок. Вот выбор, который есть у каждого человека в каждое мгновение его жизни. Воспользуется ли человек этим выбором? Вот вопрос. Я весь в цветах. Верно? Безусловно. Садгуру, как начать читать руководство пользователя? Руководство пользователя означает, что существует систематический подход к наблюдению за простыми вещами. Когда я говорю простые вещи, то, что прямо сейчас вы называете собой, это главным образом физическое тело. это накопленное измерение того, кем вы являетесь. Вы набрали его за определенный период времени, не так ли? Да. Это пища, которую вы принимали. Постепенно образовалось накопление. Это называется анна-майкоша, что означает «тело еды». Поэтому то, какого рода пищу вы помещаете в свою систему, принесет последствия. Что ж, все могут вырасти вот так. Но вопрос в том, воплотит ли это предназначение сущности, человеческой сущности, а не человеческого существа? Поддерживает ли это природу вашей сущности, человеческой сущности? Вот в чем вопрос. Когда стоял вопрос выживания, мы ели все, что нам попадалось. Это другое. Но сейчас вопрос выживания решен. Пришло время уделить внимание этому. Если я хочу быть человеческой сущностью, каким телом я должен обладать? Будет ли оно поддерживать мою сущность или превратит меня в реагирующий процесс? Нельзя сказать, что с существами что-то не так. Возьмем, к примеру, тигра или слона или змею. С ними все нормально. Они совершенные существа. Единственное, их возможности ограничены. Не так ли? Да? Что еще с ними не так? С ними все в порядке. Просто у них ограничены возможности. Вас повысили до человеческого существа. Что значит, у вас огромные возможности. Если вы не будете ими пользоваться, не исследуете их, то у вас возникнут огромные трудности. То, что вы воспринимаете как трудности, на самом деле является возможностями, которые подталкивают вас к исследованию. Если вы их не исследуете, они сведут вас с ума. Так и произойдет. Потому что иначе вы можете скатиться вниз по эволюционной лестнице. Такое может произойти с каждым человеком. И так, во-первых, есть физическое тело. Конечно, у вас есть мыслительный процесс, а также эмоциональная структура. Или назовем это психологическим пространством. Ум находится не в каком-то одном месте. У каждой клетки вашего тела есть свой интеллект и память. Вообще-то, в любой клетке тела больше интеллекта и памяти, чем может вместить наш мозг. Даже спустя миллионы лет ваше тело все еще помнит то, как выглядели ваши предки, даже цвет их кожи. Не так ли? Так что объем памяти, который содержится в каждой клетке тела, намного больше объема, который хранится в вашем уме. Даже если говорить о сложности той деятельности, которую выполняет каждая клетка, ваш мозг едва ли сможет этим управлять. Поэтому мы не рассматриваем интеллект или ум как какое-то одно место. Это все тело. Это тело интеллекта. Поскольку люди попались в ловушку собственного мыслительного процесса, они думают, что интеллект есть только здесь. Весь организм наполнен интеллектом. Не так ли? Вы знаете, как управлять своими почками? Скажите, вы знаете? Вы знаете? Пить много воды. Не пить алкоголь. Это еще не все. Да вы что? Вот черт. Многие из тех, кто пили воду, рано умерли. Скажите, смогли бы вы сознательно управлять каким-либо внутренним органом во все его сложности. Нет. Почему тогда мы думаем, что можем? Почему мы думаем, что можем? Потому что в нас полно чепухи. Да. Мы очень сильно оторваны от реальности. Да. Если мы чего-то не знаем, мы хотим в это верить. Мы все еще недостаточно искренне, чтобы признаться. Я знаю то, что знаю. Чего не знаю, того не знаю. Если я чего-то не знаю, я в это верю. Что ж, вы можете обманывать себя таким образом какое-то время. Могу я рассказать анекдот? Да, конечно. Атмосфера становится слишком напряженной. Как-то раз на лугу встретились бык и фазан. Бык выщипывал траву, а фазан выклевывал у него клещей. У них было сотрудничество. На краю луга стояло огромное дерево. Фазан посмотрел на него с тоской и сказал, «Эх, было время, когда я мог взлететь до самой высокой ветки этого дерева. Сейчас в моих крыльях не хватит сил даже на то, чтобы подняться до первой ветки». Бык беспечно произнес, «Не беда. Просто каждый день ешь мой помет. Тогда за две недели сможешь взлететь на самую высокую ветку». Фазан сказал, «Да ладно, что за чушь?» Бык ответил, «Просто попробуй и увидишь. Все люди так делают». Фазан начал клевать помет и в первый же день смог взлететь на нижнюю ветку. Через две недели он уже сидел на самой верхушке дерева. Он взлетел наверх, сел на самую высокую ветку и начал наслаждаться пейзажем. Старый фермер качался в кресле и увидел этого жирного фазана на верхушке дерева. Он достал ружье и подстрелил его. Мораль истории такова. Очень часто даже какая-то чепуха может поднять вас на вершину, но она не поможет вам там затяжаться. Люди пытаются лгать себе, чтобы достичь благополучия. Так или иначе, они рассказывают себя разной нелепости и какое-то время чувствуют себя нормально, но страх внутри остается. В людях сидит страх. Все человечество охвачено страхом, потому что люди полны всякой чепухи. к сожалению, они создают всевозможные учреждения, которые обеспечивают их этой чепухой. Наступает время, замечательное время, когда человеческий интеллект будет работать так, что если что-то логически неверно, большинство из нас уже не сможет это переварить. мы постепенно двигаемся к этому. Наступает время, когда истина станет единственной силой. В будущем сила больше не будет справедливостью. Наступают хорошие времена. Нам нужно поторопить это, чтобы это произошло при нашей жизни. Откуда вы? Не знаю. Но когда я пролетаю в Америку на иммиграционном контроле, меня всегда просят встать в очередь, где написано Resident Alien. Да ну! Нет, вы говорили, что вы из города в Индии, который очень далеко от Тадж-Махала. Вы раньше рассказывали мне. О чем? О том, откуда вы. Да, в Индии. А, город. Майсур. Теперь он называется Майсуру. Да. Как вы оказались на этом пути? Я думал, что я оказался на кресле. Нет, нет. Как вы стали участвовать в таких встречах, как это? Как вы стали заниматься этим? Как вы начали делать это? Что заставило вас поверить, что у вас получится? вы снова говорите о вере. Давайте сначала проясним это. Вера означает «Я верю в то или в это». То есть «Я не знаю, но я обманываю вас». Почему нельзя признаться, что не знаешь? В чем проблема? Осознание «Я не знаю» открывает огромные возможности в жизни человека. Если вы понимаете «Я не знаю», тогда естественным образом в вас появится желание узнать, придет стремление, появится сама возможность узнать. «Я буду верить в то, чего не знаю» значит, что вы никогда не узнаете и просто останетесь в неведении. Поэтому людям, которые верят, всегда нужно опасство. Но став духовным искателем, вы остаетесь в одиночестве. Потому что если вы единственный человек на этой планете, который верит в то, во что больше никто не верит, вы будете чувствовать себя дураком. Вам нужно, чтобы вокруг вас было 25 человек, которые верят в то же самое. тогда вы скажете «Да». В любую чепуху. Но когда вокруг вас собирается 25 человек и все верят в одно и то же, тогда «Да». Появляется уверенность без ясности. Уверенность без ясности — это великая катастрофа, которая разворачивается перед человечеством. Это происходит в основном из-за систем верования, а также потому, что люди не хотят понимать «Чего я не знаю, того не знаю, в чем проблема?» Так что в якической культуре мы разработали метод. Мы всегда отождествляем себя с нашим неведением и никогда с нашим знанием, потому что никто не знает, где начинается Вселенная и где она заканчивается. По крайней мере, в нашем восприятии это безграничное пространство, в этом космосе, даже если вы запихаете в свою голову все книги мира, ваше знание будет лишь крупицей во Вселенной. Если вы отождествляете себя с этой крупицей, вы станете этой крупицей, потому что с чем себя отождествляешь, тем и становишься, не так ли? Но ваше незнание безграничное. Отождествляясь с ним, вы становитесь безграничными. Так что я действую, исходя из ясности, а не из уверенности. у меня вообще нет ясности. Я просто знаю, чего хочу, нахожу это и пользуюсь. Я не смотрю на это с точки зрения ясности или с точки зрения образования. Я просто знаю, что мне нужно, чтобы устроить свою жизнь так, как я хочу. Во мне нет понимания. Я просто знаю, что должен обладать чем-то, чтобы действовать так, как я бы этого хотел. Ясность проявляется на разных уровнях. В спорте, которым вы занимаетесь, если вы не будете видеть ясно, вас побьют. Вы свалитесь весь в поту и крови. Ясность была, иначе ничего бы не получилось. Ясность в том, почему я существую, не в том, почему я дерусь. В детстве? Нет, нет. Я говорю о том, что ясность существует на разных уровнях. Да, верно. Так можно сказать о любом виде спорта. Без ясности вы не сможете действовать. Без ясности ни в чем нельзя достичь успеха. Если же мы говорим о ясности по отношению к самой жизни, то в первую очередь обратили ли мы внимание на саму жизнь. Прежде всего, где эта жизнь? Сегодня, если кто-то говорит «моя жизнь», вам придется отфильтровать целую кучу всего. Возможно, они говорят о своей собаке, может быть, о муже или жене. Они могут говорить о детях, могут говорить о своей карьере, кто-то может говорить о своем доходе, для кого-то другого это может быть машина, мы не знаем. Может, они говорят о своем имуществе или доме. Мы не знаем, что они имеют в виду, когда говорят «моя жизнь». Давайте я проясню. У вас есть тело, есть мышление и эмоции, но вы имеете это только потому, что, по сути, вы жизнь, не так ли? Вы жизнь со множеством аксессуаров. Но сейчас эти аксессуары стали важнее, чем сама жизнь. Когда аксессуары становятся более значимыми, чем жизнь, тогда, конечно, все переворачивается с ног на голову. Если вам приходится ходить вверх ногами, это, конечно, трудно, потому что жизнь устроена иначе. Если бы вас создали так, чтобы вы ходили вверх ногами, все было бы хорошо, но вы сделаны не так. Вы пытаетесь ходить на руках, и это тяжело. Если что-то происходит, люди страдают. Если ничего не происходит, они тоже страдают. Если люди бедны, они страдают от бедности. Сделать их богатыми, они будут страдать от налогов. Нет образования, страдают. Отправьте их в школу, страданием не будет конца. Не женаты или не замужем, страдание. Вступят в брак, я промолчу. Назовите мне что-нибудь, из-за чего бы люди не страдали в этой жизни. Они страдают из-за всего. Так что, предложите им смерть, они все равно будут страдать. Так что, страдания возникают не из-за природы жизни. Они появляются из-за сложной структуры ума, в которой вы не потрудились разобраться. «Будь у вас мозг, как у дождевого червя, все было бы прекрасно». Да? Умиротворенные, экологичные. Потому что в Калифорнии это важно. Только одной форме жизни трудно быть экологичной. Это невероятно. дождевой червь, кузнечик, ящерица, змея. Все они знают, как не вредить природе. Но самое развитое существо на планете не справляется с этим. Да или нет? Все дело в сложной природе возможностей. Возможностей это величайшее благо, которое у нас есть. Но, к сожалению, из-за них мы и страдаем. Потому что когда вы обладаете чем-то очень мощным и значимым, но не умеете этим управлять, все идет наперекосяк. Вот что сейчас происходит. Как нам научиться этим управлять? Вот почему я здесь. Понял. Не то, чтобы я попробую объяснить это так. Из-за того огромного количества проектов, которые у меня по всему миру, в моей жизни больше ситуаций, которые идут не так, чем у любого из вас. Правда? Очень много. Только представьте, каково это управлять организацией, в которой больше 11 миллионов волонтеров, работающих в разных сферах. Волонтерство означает, что никто не знает, что делать, но все очень воодушевлены. Управлять большими проектами, руководить огромными центрами в разных частях света. У нас больше 350 центров по всему миру. Если вы хотите знать, как сойти с ума, вот вам рецепт. Но думаете, я умру от напряжения или безумия? Нет. Не от этого. Возможно, я умру от переутомления. Я не против. Но от стресса точно нет. Да. Не все, но очень многое в жизни складывается не так, как вам бы хотелось. Мне не следует об этом говорить, но раз я начал раз я об этом вспомнил, я расскажу. Пожалуйста, отнеситесь к этому с почтением. Сейчас, возможно, через несколько часов умрет мой отец. Я слежу за его состоянием каждую минуту, но он уходит. Я провел с ним некоторое время перед тем, как уехать. Отправил к нему свою дочь, чтобы она была с ним. Сейчас я сижу здесь и разговариваю с вами. Я в порядке, не так ли? Значит ли это, что мне нет до него никакого дела? Значит, это совсем не так. У нас очень близки отношения. Просто я такой. Это не значит, что у вас в сердце нет любви. Это не значит, что вы не вовлечены. Вы вовлечены во все, но никогда не запутывайтесь. Вот в чем разница. Я считаю, что процесс жизни или смерти, называйте его как хотите, это всего лишь процесс того, что мы делаем, не так ли? Видите ли, самое компульсивное во многих людях то, что они хотят делать выводы обо всем? Потому что без этих выводов они не будут уверены ни в чем в жизни. Им надо сделать вывод. Она хорошая, она ничего, она не очень, он неплох, это так себе, этого я люблю, этого ненавижу, это мой друг, это мой враг. Самые разные умозаключения. Что значит умозаключение? По сути, что является заключением жизни. Смерть, не так ли? Каждый раз делая умозаключение, в какой-то степени вы умираете, вы должны это знать. Но я могу вернуть вас обратно. Есть среди вас религиозные люди. Религиозные? Духовные. потому что люди совершают фундаментальную ошибку, принимая свою память за интеллект. Это фундаментальная проблема. Так устроена система образования, так устроены религиозные процессы, по большей части общество выстроено таким образом. память ошибочно принимают за интеллект. Я часто прогуливал школу, как и вы. Нам обоим повезло в этом. Это точно, да? Когда я ходил в школу, вот что я там заметил. Люди запоминают все, а в определенный день, который называется экзаменом, они выплевывают это из себя. Если они выплевывают много, они молодцы. Я выплевывал мало. Я вообще никогда не выплевывал, вообще ни разу. Никогда не выплевывали? Никогда. Ни разу. Я выплевывал мало. Но те, кто выплевывали все, считались лучшими. Такое можно увидеть не только в школах. Это встречается повсюду. Мы ошибочно принимаем память за интеллект. Как я уже говорил, наступает великое время, когда память перестанет иметь значение, потому что у меня в машине есть обычный телефон, у которого памяти больше, чем у вас всех вместе взятых. Да? Ваша память перестанет иметь значение. Но если вы потеряете телефон, тогда вашей памяти вообще конец. Нет. Нам вживят их под кожу. Понятно. Да. Мы придавали этому большое значение. Я хочу, чтобы вы поняли, как был устроен этот мир, как были построены цивилизации и культуры. Было время, когда вообще никто не умел читать. Как-то пришел один парень, открыл книгу, у него с собой была всего одна книга. Если вы прочитаете десять книг, то станете ученым. Если вы учите десять книг, люди скажут, что у вас научная степень. Если вы будете хорошо знать одну книгу, вы станете представителем Бога. «Как вам такое?» Так происходило всегда, но в будущем это не будет работать, потому что телефон сможет процитировать все писания за раз. Да, сможет. Да или нет? Только из-за того, что тот парень умел читать, он вел себя как представитель Бога. Представьте, что тысяч лет назад я бы приехал в Калифорнию на велосипеде, когда никто вообще не видел велосипеда и не знал, что это такое. Я бы приехал на двух тонких колесах. Я бы подъехал к вам, остановился и сказал, «Я прибыл с небес на дарованном мне Богом транспорте». Вы бы тут же упали на колени. Когда я закончу нести эту чушь, и мне захочется отдохнуть, я заберу переднее колесо и буду спать на нем, потому что если кто-то из вас тоже научится кататься, я потеряю свой божественный статус. Но представьте, что местный ни на что не годный сорванец схватит велосипед с одним колесом и начнет кататься на нем повсюду. Тогда у меня будут неприятности. Это же происходит. гугл-помощник может процитировать любой текст, какой захотите. Мы не знаем, кто он такой, но он может рассказать вам обо всем, а заодно и объяснит смысл, даст перевод. Да или нет? Так что во многом из-за того, что люди не делают этого сами, из-за того, что они не делают этого осознанно, я думаю, что во многих смыслах технологическое развитие подходит к концу. Произошло много абсурдных вещей только потому, что кто-то что-то запомнил, кто-то что-то процитировал, и из-за этого их превознесли. Скоро это пройдет. Наступит замечательное время. Но в то же время, если разрушается часть того, во что мы верим, но вы еще не достигли ясности, в этом есть опасность. Сейчас можно наблюдать, как в мире разрушается рай. сколько людей сто лет назад верили, что они попадут в рай. Сегодня число тех, кто в это верит, заметно сократилось, не так ли? Так что... ничего? Да, хорошо. Очень хорошо. Как-то раз учитель воскресной школы проповедовал с большим рвением. Это Алабама. Там всегда так. К сожалению, его аудитория была не такой, как вы. Это были малыши. Политика привлечения молодежи. В самый разгар своей проповеди он внезапно остановился и спросил, что нужно сделать, чтобы попасть в рай. Малышка Мэри с первого ряда, она всегда там садится, ответила, если я буду мыть пол в церкви каждое воскресное утро, то я попаду в рай. Верно. Другая маленькая девочка встала и сказала, если я буду отдавать половину карманных денег к своему малообеспеченному другу, я попаду в рай. Правильно. Еще один мальчик поднялся и ответил, если я буду помогать нуждающимся, я попаду в рай. Именно. Малыш Томми с заднего ряда встал и произнес, сначала нужно умереть. Такое условие. Да? Сначала вам нужно умереть. Когда вы умрете, в зависимости от культуры вас либо похоронят, либо сожгут, либо порубят на куски и выбросят птицам. В разных культурах это происходит по-разному. В зависимости от того, откуда вы. Иначе говоря, это тело, часть планеты, мы его постепенно накопили. Было бы хорошо вернуть его обратно. Я слышу, что в Америке сейчас этого больше не делают. Они сооружают бетонную могилу и делают алюминиевый гроб. Даже после смерти вы не хотите помогать природе. Почему так? Хотя бы после смерти мы должны вернуть это тело обратно в землю. Точно. Оттуда оно пришло, туда оно и должно вернуться, но кто-то и этого не делает. Пусть черви съедят его. Некоторые собираются отправить свои тела на Марс. Как бы там ни было, вы оставляете свое тело здесь и отправляетесь на небеса. Что будет на небесах? Вы знаете, что там? Не знаете? Не помешало бы знать такие вещи. В индуистском раю очень вкусная еда. еда отличная. Индийцы они такие. Они посвящают всю свою жизнь кулинарии и еде. В другой культуре рассказывают о женщинах в белоснежных одеяниях, которые порхают в облаках. Если вам нравится такая атмосфера, можете отправиться туда. В других культурах вы столкнетесь с девственницами. Если это именно то, что вам нужно, тогда хорошо. Загвоздка лишь в том, что на небеса вы отправитесь без тела. Что тогда вы там будете делать со вкусной едой и девственницами? Эти проблемы существуют только если у вас есть тело, а если у вас его нет. Что тогда? Если вы поместите еду сюда, она упадет? Да? Нет. Когда начинаешь задавать вопросы, рай разрушается. Сейчас рай разрушается. Я думаю, что за последние 50 лет в человеческом уме рай разрушился на 70%. А вы как считаете? Позвольте задать вам вопрос. У вас есть доказательства, что вы уже не в раю и что сами здесь не портите все? У вас есть доказательства? Вы уже в раю, но все портите. Скажите, если вы переедете в другое место, поменяется ли в вас все? Скажите, да? Если вы смените место жительства, то думаете, что все поменяется? Нет. Если один только этот человек изменится, то изменится все. Не важно, где мы находимся. если мы поднимем человеческую осознанность, то есть научим людей, как сидеть здесь и просто испытывать блаженство. Да? Посмотрите на мои глаза. Я всегда под кайфом. Я не принимал никаких веществ. Верно. Я точно ничего не принимал. Но взгляните на меня. Я всегда под кайфом. Потому что самая огромная химическая лаборатория на планете находится здесь. Она такая огромная, что за секунду в теле происходит около 37 с 21 нулем. Что бы это ни было за число, просто чтобы вы поняли, 12 нулей это триллион. 37 с 21 нулем. Столько химических реакций происходит в теле за одну секунду. Если вы знаете, как этим управлять, то можете создавать внутри себя любое переживание. По вашем распоряжении такой сложный механизм, но вы пользуетесь им как пещерный человек. Представьте, что мы дали вам телефон с сенсорным экраном, а вы делаете так. Что из этого получится? Нужно нажимать вот так, а вы делаете так. Знаете, что из этого выйдет? Вот и все, что сейчас происходит. Но есть выход. Я могу с гордостью заявить, что у миллионов людей по всему миру, если они закрывают глаза утром, текут слезы восхищения и любви каждый день в их жизни ежедневно у миллионов людей. Это не один человек, это не случайность. Значит, этого можно достичь. Нужно просто немного понять, как работает человеческая химия. Вам не нужно проводить с собой полный химический анализ. Есть простые процессы, которые можно выполнять. Если вы готовы посвятить этому совсем немного времени каждый день, жизнь станет чудесной. Потому что нельзя верить, что ограничение возможностей человека повышает качество жизни. Сейчас большинство людей считает, что они улучшают свою жизнь, ограничивая свои возможности. Знаете, как-то раз я был в Майсуре, и мне нужно было встретиться кое с кем. И я зашел в одно здание и увидел там пожилую женщину. Ей было 70-75 лет. Очень такая миниатюрная дама. Она подошла ко мне, широко улыбаясь, и спросила, как поживаешь? Я не забываю лиц. Я могу забыть имя, но я помню лица тех, с кем виделся. Я посмотрел на нее, мне она была незнакома. но я ответил, у меня все хорошо, а у вас? Мы поболтали немного, и потом я пошел наверх. Прошло где-то 20 минут, я вышел из лифта и пошел к выходу. Она снова подходит ко мне, улыбаясь, и опять радостно спрашивает, как поживаешь? Надо же, прошло только 20 минут. Я что-то ответил и пошел садиться в машину. Кто-то из моей компании сказал, бедняжка, она потеряла память, она ничего не помнит. Я ответил, кажется, у нее все замечательно. Не думаю, что с памятью она была такой же счастливой. Сейчас она выглядит жизнерадостной, потому что все забыла. Такое часто происходит со многими людьми. Немного выпив, они что-то забывают, и вот они жизнерадостные. Ограничивать свои способности и думать, что с вами все хорошо, большая ошибка. Как-то раз Шинкаран Пилай отправился в город на рынок. Там он встретил старого приятеля из университета, с которым не виделся 25 или 30 лет. Они поболтали, а потом Шинкаран Пилай пригласил его к себе домой на ужин. они сидели за столом и каждый раз, когда Шинкаран Пилай что-то спрашивал у жены, он обращался к ней, мой пирожок, моя сладкая, бу-бу-бу, чу-чу-чу, все в таком духе. После ужина, когда разговоры закончились, приятель собрался уходить, и Шинкаран Пилай пошел проводить его до двери. Его друг сказал, вы так хорошо живете вместе, мы с женой даже спокойно поговорить не можем, а ты постоянно называешь свою жену сладкая, дорогая, бу-бу-бу, чу-чу-чу, так ласково. Вы живете душа в душу. Шинкаран Пилай ответил, ты что, шутишь? Я забыл ее имя семь лет назад. Многим людям становится лучше, только когда они теряют свои способности, потому что они страдают из-за эволюции. Их проблема лишь в том, что их усовершенствовали, и они не знают, как с этим справиться. Скажите, сколько у вас детей? Сколько у вас детей? Вы упоминали о дочке? Расскажите нам, сколько у вас детей? Ладно, я не буду спрашивать. Нет-нет, можете спрашивать. У меня миллионы детей, но только одна из них моя ошибка. Да ладно? Мне это понравилось, очень понравилось. У меня очень-очень много детей, но только одна моя ошибка. Понятно. это невероятно. Я не могу поверить, что вы здесь. Я потрясен. Я очень счастлив, что вы сейчас здесь со мной и моим другом Эбином. Как будто бы действительно мечта сбылась. Когда мы узнали о вас, мы просто читали разные истории о просветлении. Мы увидели вашу историю, как однажды вы где-то сидели и отключились. вам показалось, что прошел час, но прошло почти 14 часов. Что тогда с вами произошло? Я подумал, что это потрясающе. Я стал вашим большим поклонником, следил за вами. Как-то мы разговаривали с Эбином, и я спросил, как считаешь, если бы мы пригласили его сюда? Думаешь, он согласился бы поговорить с нами? Мы не верили, что вы придете, и вот теперь вы здесь. Это просто невероятно. Спасибо вам большое. Вы задали вопрос о том, как прочитать руководство пользователя. 27 октября был праздник Дивали, фестиваль огней в Индии. Миллионы людей поддерживают меня, особенно в программе по восстановлению рек, которые мы проводим в Индии. К движению присоединилось 162 миллиона человек. Это самое масштабное движение, которое когда-либо было в мире. Они делают пожертвования, помогают как волонтеры и разными другими способами. Так что я подумал, что в этот фестиваль огней я бы хотел сделать им подарок. Я объявил, если вы зарегистрируетесь в День Дивали, онлайн-программа внутренней инженерии, которая обычно стоит 150 долларов за человека, в этот день будет бесплатной. Зарегистрировалось 740 тысяч человек. Мне это обошлось в несколько миллионов долларов. И что вы думаете об этом? Что вы при этом чувствуете? Замечательно, что так много людей ждали этого. Сейчас у меня такое же настроение. Для всех вас сегодня мы предлагаем внутреннюю инженерию бесплатно, если вы зарегистрируетесь сегодня, до полуночи. Это руководство пользователя. Я хочу, чтобы вы поняли, жизнь это определенное количество энергии и времени. Это все, что у нас есть. Какое-то количество времени и какой-то объем энергии. У вас есть что-то еще? Все остальное воображение, не так ли? время уходит для каждого из нас. Вы можете думать о многом, но на самом деле время просто уходит, пока вы сидите здесь. С тех пор, как вы пришли сюда, вы стали на два часа ближе к могиле. Да или нет? Да? Все мы. Вы не можете удержать время или вернуть его обратно. Оно уходит. Единственное, чем вы можете управлять вашей энергией. Если вы поддерживаете их насыщенными, вы познаете жизнь в ее интенсивности. Если уровень энергии будет низкий, вы познаете жизнь в незначительном масштабе. Выбор за вами. Допустим, время проходит, день сменяется ночью, и вы чувствуете себя сонными. Почему вашей энергии вы засыпаете? с точки зрения вашего опыта, вы будете почти что мертвы, не так ли? Вы не существуете, мир пропадает на несколько часов. Но вы снова просыпаетесь утром, энергии обновились. Это то, что мы называем жизнью. Обновление энергии и ее насыщенность. Это для нас жизнь. Так что, если вы хотите ощутить жизнь, если вы хотите познать ее, если вы действительно хотите оседлать эту волну жизни, ваши энергии должны быть на пике насыщенности или их нужно убавить? Скажите. На пике? На пике. Говоря «на пике», вы подразумеваете что-то другое. На любой вечеринке я буду единственным, кто не курит траву. нет-нет, я не говорю обо всем этом. Так что... Ловкий трюк. Просто большинство людей все время ищут сон, отдых, перерыв от всего, потому что они не знают, как управлять своими мыслями и эмоциями. В Соединенных Штатах говорят «Слава Богу, пятница», потому что они страдали пять дней, а теперь будут наслаждаться два дня. Жизнь не может так работать. Если вы не знаете, как быть радостными, тогда вы ищите только удовольствий. Если бы вы были радостными, удовольствие не имело бы для вас значения, потому что вы и так были радостными. Радость не является следствием каких-то действий или того, чем вы обладаете или нет. Радость — это атмосфера, необходимая для жизни. Если вы не знаете, как быть умиротворенными и радостными, вы даже не сможете наслаждаться ужином сегодня вечером, не так ли? Да? Вы не сможете наслаждаться прогулкой, не сможете наслаждаться компанией других людей. Вы ничем не сможете наслаждаться. Вам нужны всевозможные стимулы, чтобы найти немного приятных эмоций внутри себя. Когда я говорю приятные, это значит вот что. Если тело становится приятным, мы называем это здоровьем. Вы хотите этого или нет? Определитесь, а я вас благословлю на это. Вы хотите, чтобы это тело было приятным? Да, да. Если оно становится очень приятным, мы называем это наслаждением. Если ум становится приятным, мы называем это умиротворением. Если он становится очень приятным, мы называем это радостью. Если эмоции становятся приятными, мы называем это любовью. Если они становятся очень приятными, мы называем это состраданием. Если жизненные энергии становятся мы называем это блаженством. Если они становятся очень приятными, мы называем это экстазом. Если наше окружение становится приятным, мы называем это успехом. Нам нужно содействие разных людей и сил вокруг, только для того, чтобы сделать приятным ваше окружение. Но приятные ощущения в теле, уме, приятные эмоции и энергии полностью зависят от вас. Да или нет? Согласен. Если вы хотите начать управлять этим, вам нужно зарегистрироваться до полночи на онлайн-программу «Внутренний инженер» бесплатно, либо же завтра с утра вы можете сделать это за деньги. О, да. Невероятно. Было очень интересно. Прежде чем мы закончим, можете задать еще пару вопросов? Хорошо. Он не о вас говорит, а о них. Нет, я просто хотел поддержать. Здравствуйте. Спасибо большое. Садхуру говорил о «Анаме Коши», это тело. Биогической науке всего выделяют пять Кош, которые управляют всей системой организма. От ума, чувств, дыхания до энергии. Мне нужны они все. Об этом существуют учения с тысячелетней историей. Это классическая йога, то есть медитация, это и хата йога, и тантра. Они объясняют, как нужно жить. Садхуру рассказал сегодня только самое основное, но это не что-то отвлеченное. Это то, что вы делаете на своем подкасте «Хотбоксинг», когда разбираетесь, как добраться до своей сущности, преодолевая эго и практикуя доброту окружающим. И это непросто. Это трудный процесс. По крайней мере для меня. Нет. Дело вот в чем. Чтобы вам было понятнее, Садхгуру означает «необразованный гуру». У него нет научной степени в этих учениях. Он неграмотный. Я не считал каких-то книг. Я просто знаю вот эту частичку жизни, от ее происхождения до абсолютной природы. Если вы хотите познать жизнь, единственная жизнь, которую вы можете познать — вот эта жизнь. Вы не можете познать другую жизнь, потому что у вас может быть переживание только этой жизни. Разве вы можете пережить что-то еще? Если вы можете что-то испытать, то только эту жизнь. Так что получить образование можно разными способами. Но если вам нужна реализация, единственный способ — обратиться внутрь себя. Вы об этом уже упоминали. Если вы хотите получить образование, если вам нужна научная степень в духовном процессе — это совсем другое. Это академические знания. Если вам нужна реализация — обратиться внутрь. Вот единственный выход. Как вы считаете? Почему существует книга о жизни? Вам нужна книга о жизни? Только если вы сами не жизнь. Предположим, что это так. Тогда, чтобы узнать о жизни, вам нужно прочитать книгу. Но если вы и есть жизнь, единственное, что вам нужно — обратиться внутрь себя. Что значит «внутрь»? Сейчас вы можете воспринять что-то только через пять органов чувств — зрение, слух, обоняние, вкус и осязание. Так вы познаёте мир. Ни одно из этих чувств не способно обратиться внутрь. Вы не можете вывернуть глаза и посмотреть внутрь себя. Вы слышите окружающие звуки, но не можете услышать столько всего, что происходит здесь. Если по руке у вас ползёт муравей, вы почувствуете это. Но вы не можете почувствовать, как внутри вас течёт кровь, потому что органы чувств, по сути, направлены на окружающий мир. Поэтому, чтобы обратиться внутрь себя, вам нужны другие способности. Активировать эти способности, овладеть ими — это самое важное, потому что жизнь очень коротка. Долгая жизнь только у несчастных людей. Если вы радостны и полны жизни, тогда это очень короткая жизнь. Да, она очень коротка. Замечали ли вы, что если в какой-то день вы очень счастливы, 24 часа пролетают как одно мгновение. А когда вы расстроены, 24 часа тянутся как тысячи лет. Да. Потому что только несчастные люди будут жить долго. Иначе же это очень короткая жизнь. Когда жизнь так коротка, самое важное — познать природу своего существования. Не надо добавлять к этому разные философские учения. Всё очень просто. Допустим, вы купили новый телефон. Нужно ли вам прочитать руководство пользователя в первые три дня, или вы прочитаете его через три года, когда будете выбрасывать телефон? Вот и всё. Если вы прочитаете инструкцию в первые три дня, то будете пользоваться телефоном более эффективно. Не так ли? Чтобы эффективно пользоваться вот этим, мы должны как можно раньше разобраться вот с этим. Тогда вы перестанете быть препятствием в своей жизни. Препятствий вокруг хватает. Да, препятствия будут всегда. Нужно научиться управляться с ними. Если вы не научитесь, они определенно вас раздавят. Вы видели, как в Калифорнии катаются по волнам? О чём мечтает сёрфер? Что однажды он сможет прокатиться по цунами? Да или нет? Какая мечта у того, кто хорошо катается по волнам? Что во время цунами он сможет прокатиться по большой волне? Те, кто не знает, как кататься по волнам, боятся этого. Вот и всё. Инструменты жизни должны быть в ваших руках. Если они будут в ваших руках, вы не можете выбирать, что вам подкидывает жизнь. Но что вы из этого сделаете – это ваш выбор. Образование не даст вам этого. Вы научитесь этому, обратившись внутрь себя. Вот почему внутренняя инженерия. Вы проектируете себя такими, какими хотите быть. Согласен. Вас что-нибудь волнует? Если нет, то почему? Это Джим Грей, кстати, там. Можете немного пояснить слово «волнует». Вы хотите спросить, почему? Что нарушает покой вашего ума? Ничего. Потому что я не давал ничему и никому привилегий определять, что происходит внутри меня. Таким образом, всё, что происходит вокруг вас, всё, что влияет на вас, на самом деле не беспокоит вас. Почему так? Из-за чего это? И как можно этого достичь? Как я говорил только что, то, что преподносит вам жизнь – это не ваш выбор. На вас может свалиться много чего. Чем более вы активны, тем больше на вас сваливается. Но что вы сделаете из этого внутри себя? На сто процентов ваш выбор. Не так ли? Если вы компульсивно реагируете на всё, что преподносит вам жизнь, тогда вы будете волноваться из-за всего – и хорошего, и плохого. Вас будет беспокоить всё. Но если вы будете осознанно отвечать на то, что с вами происходит, вы заметите, что всё это просто задачи. С какими-то вы знаете, как справиться, с какими-то нет. Что-то мы знаем, как решить, а с чем-то разобраться мы не можем. Разве вы супергерой, который может справиться с чем угодно? Нет. Дело не в том, чтобы стать сверхчеловеком, суперменом. Речь о том, чтобы осознать, что быть человеком – это супер. Дело не в том, что вы всё знаете и можете всё решить. Нет. С чем-то вы справляетесь, а с чем-то нет. Но отвечаете ли вы на жизнь осознанно или реагируете на неё компульсивно? Вот о чём нужно позаботиться. Кто-нибудь ещё? Это так круто! Вы делаете столько всего хорошего. Иногда очень легко зацикнуться на результате, на том, что стараешься сделать. Как вы не привязываетесь к этому, но в то же время добиваетесь чего-то? Как вы разделяете это? Вы начитались индийских текстов. Вы начитались индийских текстов и поэтому говорите об отстранении и тому подобном. Скажите, можете ли вы испытать что-нибудь в этом мире без вовлечённости? Если вы не вовлечены, как вы можете что-то познать? Вы не можете ничего испытать без вовлечённости. Чем глубже вы вовлечены, тем глубже ваши переживания жизни, не так ли? Откуда появилась эта идея об отстранении? Она появилась из-за того, что вы запутались и вам стало больно. Кто-то сказал вам, оставайтесь отстранёнными. Видите ли, если вы хотите по-настоящему отстраниться от жизни, вам нужно умереть, тогда это будет эффективно. Знаете, я как-то раз проводил программу, и одна женщина встала, чтобы рассказать о себе. Она представилась и сказала, я из Сингапура. За последние два года я пыталась покончить с собой пять раз. Я ответил, стойте. С таким уровнем эффективности вы ни к чему не придёте. У вас было пять попыток самоубийства, но вы сейчас стоите здесь. Мне это не нравится. Я сторонник эффективности, да? Чем бы вы ни занимались, по крайней мере, делайте это хорошо. Так что… Вы запутались, это причинило вам боль, и теперь вы думаете об отстранённости. Нет. Без вовлечённости вы вообще ничего не познаете в этой жизни. Если хотите отстранения, самое лучшее — это умереть. Так вы будете по-настоящему отстранены. Почему, будучи здесь, вы хотите быть отстранёнными? Как я сказал ранее, всё дело в том, что вы пытаетесь пережить то, чего не существует. У вас ментальная диарея. Вы страдаете от ментальной диареи, но думаете, что заняты своим будущим. Я хочу, чтобы вы поняли. Вы не можете заниматься будущим. Вы никогда не занимаетесь прошлым или будущим. У вас просто ментальная диарея. Не так ли? Да? Можете ли вы прожить то, что было вчера? Нет. У вас в уме ментальная диарея, и вы думаете, что проживаете что-то снова. Можете ли вы сейчас жить в том, что будет завтра? Но с ментальной диареей вы верите, что на самом деле переживаете это. Потому что вы не различаете психологическую и экзистенциальную реальность. Вот в чём дело. Вы принимаете свою психологическую драму за жизнь. Ваша психологическая драма — это не жизнь. К сожалению, сейчас со многими людьми именно так и происходит. Они принимают за жизнь свои мысли и эмоции. Нет. Это просто ваши мысли и эмоции. Вы должны управлять ими. Но сейчас это они управляют вами. Они просто вышли из-под контроля. Вот и всё. Не создавайте философию из болезненного состояния. Я размышлял, пока вы говорили. Я подумал о себе. Давайте посмотрим на это с другой стороны. Какие у меня представления о себе? Какие у меня иллюзии относительно себя? Нет. Как я должен воспринимать себя просто как человека, который что-то делает в этом мире? Как мне представлять себя в жизни? Я должен быть ничем или я должен быть привлекательным, благородным, сильным? Каким мне быть? Не стоит принимать за жизнь те социальные качества, которые нам нужны, чтобы жить здесь. В этом есть свой смысл. Мы живем среди людей. Нам нужно делать так, чтобы это приносило пользу и вам, и мне. Если я буду делать что-то, что будет хорошо только для меня, а не для вас, вы позаботитесь о том, чтобы моя жизнь стала ужасной. Да или нет? Да? Можете мне поверить. Если каждый день мы с вами взаимодействуем, и я поступаю так, как выгодно только мне, а не вам, вы же испортите мне жизнь. Да? Да. Такова природа сосуществования. Раз мы с вами здесь вместе, важно действовать так, чтобы все, что мы делаем, приносило пользу нам всем, чтобы таким образом взаимодействие могло продолжаться. Идет ли речь о рынке или о браке, каждая сторона должна получать пользу, иначе все развалится. Не так ли? Не стоит заблуждаться по этому поводу и считать, что такова человеческая природа. Нет. Это просто здравый смысл. Если бы вы жили одни в джунглях, вы бы вели себя по-другому. Когда рядом с вами несколько человек, вы действуете иначе. Когда вы живете в большем обществе, вы выбираете совсем другую стратегию. Смысл в том, чтобы просто приспособиться к конкретному образу существования. Не относитесь к этому как к природе своей жизни. Нет. Это просто здравый смысл. Одни люди понимают это раньше, другие позже. Но это просто здравый смысл. Что ж… Спасибо. Большое спасибо, Садгуру. У нас закончилось время. Закончилось время? Уже, да. Я хочу еще раз поблагодарить всех за то, что вы пришли. Спасибо вам, Садгуру, и вашей невероятной команде. Я бы хотел сказать, что я очень рад быть здесь. Когда-то очень давно я смотрел «Бэймайка». Это может прозвучать странно, но в то время в Индии не было телевидения. У нас была 8-миллиметровая кинопленка, и мы проецировали изображение на стену. Картинка двигалась так. Кут-кут-кут-кут-кут-кут-кут-кут. Майк дрался вот так. Мы собирались у кого-нибудь дома. В то время мы смотрели много боксерских матчей, потому что… Я не должен бы в этом признаваться. Я был в школьной команде по боксу. Правда? Ого! Вы там побили кого-нибудь? Так что… Когда я в тот день… Когда я впервые увидел, что вы выиграли в тяжелом весе, мы следили за этим и очень много обсуждали. Я сказал, «Этот парень может стать лучшим на боксерском ринге, если будет сохранять баланс». Потому что я увидел талант. Сегодня я смотрел интервью с вами. Этот удивительный человек, ваш опекун, сделал чемпиона из уличного хулигана. Да, это он. Все верно, это так. Уверен, что он тоже увидел в вас талант, поэтому он и посвятил себя вам. Это замечательно. Внутри каждого человека скрыто очень много всего. Не каждому, к сожалению, выпадает возможность засиять. Ваша жизнь сложилась невероятно. С вами произошло многое. И хотя вы оказались в крайне неблагоприятных условиях, вы каким-то образом превратили их в необыкновенные преимущества. Я надеюсь, что следующая часть вашей жизни даст вам больше озарений и принесет много пользы для других. Потому что какие бы ни были у нас таланты, каким бы интеллектом и способностями мы ни обладали, они принесут больше всего пользы нам и другим людям при наличии баланса. Самое главное — баланс. И тогда все остальное найдет свое выражение. Если мы потеряем баланс, к сожалению, наши таланты и возможности обратятся против нас. Сейчас люди страдают только из-за своего интеллекта. Если бы у них не было мозга, они бы чувствовали себя прекрасно. Они страдают от своего интеллекта просто потому, что в них нет баланса. Пришло время, чтобы каждый из нас каким-то образом привнес баланс внутрь себя и в мир вокруг, чтобы человеческий гений развивался без лишних усилий. Сейчас люди прилагают невероятные усилия для того, чтобы человеческий гений смог выразить себя. Постепенно они начинают верить, что без трудностей ничего не получится. Нет. Этого можно добиться очень радостно, счастливо, если только создать баланс. Давайте посвятим себя тому, чтобы это и следующие поколения были более уравновешены внутри себя. Если произойдет одно только это, вы увидите, что появится невероятное поколение людей. Сделаем так, чтобы это произошло. Вы родились в таких неблагоприятных условиях и обернули все себя на пользу. Стали чемпионом в 20 лет, несмотря на все сложности. Поэтому все мы вместе должны посвятить себя тому, чтобы это произошло для многих других людей из будущего поколения. Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ